Всем привет! Вы знаете, в прошлом видео многие поляки в комментариях советовали посетить костел Фара. Но улицы Познани от Старого Рынка нас как-то сами собой привели к нему. И сейчас хочу вам его показать. Идем по улице Швентославский. Вход в костел бесплатный, но можно и с экскурсией посетить три разных маршрута. Это маршрут, где вам расскажут про святых, второй маршрут по неизвестным местам и третий в подземелье. Если наберется группа от 10 человек, цены 2 злотых за один маршрут, 3,5 злотых за два маршрута и 5 злотых за три. А если меньше 10 человек, то тогда за человека 20 злотых за один маршрут, 35 за два и 50 за три маршрута. Также можно провести экскурсию с органистом всего за 5 злотых. Там вам покажут работу органа изнутри, а еще можно узнать, зачем органист меняет обувь перед игрой на органе. Но для этого нужно позвонить и договориться заранее. В каждую субботу в 12.15 проходят органные концерты, в конце которых также можно с проводником походить по укромным уголкам костела. Ну и немножко о самой святыне. Костел исполняет функции фарного, то есть главного городского костела в Познане с 18 века. Это самый большой в городе костел. Ну и как вы уже немножко могли оценить, самый красивый костел в стиле барокко. В то же время он также является коллегией Пресвятой Матери Божией и Святой Марией Магдаленой. А с 2010 года он также стал носить звание Базилики Малой. Его строительство продолжалось с перерывами 80 лет. В 1570 году в Познань был привезен орден езуитов и в их распоряжение отдали костел епископа Станислава. Но со временем этот костел им показался слишком маленьким и езуиты захотели построить костел побольше. Для него как раз таки выбрали место у выезда Святославской улицы, которая к нему сейчас ведет. Строительство костела сначала прерывалось из-за нестабильности грунта, потом из-за шведского потопа, когда шведы вторглись в Польшу. Над строительством костела работали в свое время пять архитекторов. Алтарь в костеле не один. Центральным элементом главного алтаря является образ, изображающий воскресенье епископа Станислава. Ну и, конечно, гордостью фары стал орган, богато украшенный одним из самых известных органмейстеров из Саксонии. И еще на орган дала пожертвование одна анонимная прихожанка, и теперь вроде как ее дух появляется в фаре. Поэтому, чтобы полностью оценить костел во всей красе, обязательно приходите именно тогда, когда проходят органные концерты, а именно в субботу в 12.15. Вышли из костела Фара в Познанском, похоже, и идем теперь в правую сторону по улице Голэмбиа. Это Голэмби. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok